Прялка такая, она как юла была, с длинной ручкой, потому что, ну как, ее об ногу вот так раз скручиваешь, и она вот крутится, и пока крутится, ты эту ниточку как бы формируешь вот именно руками. Конечно, у Биташки были больные руки, у нее пряжа получалась более грубая, толстая, а у меня тонкая. Первая ступень, где мы учились в Махлома, да, мне понравилась тем, что сам процесс, я решила продолжить дальше обучение. А на второй ступени у нас была двухсторонняя вышивка, глухая гладь, это тоже, только у крымских татар есть такое, что обе стороны, они идентичны. Старинные наши орнаменты очень тоже вдохновляют. Мы когда учились, нам как учебное пособие, нам Винера Роджа давала, чтобы, как для примера, потому что там же тоже вышивка по регионам разделяется. Там есть и степной орнамент, есть центральный, есть южнобережный, они отличаются между собой. Смотришь, и какие-то вот старинные вот эти вот орнаменты, где-то что-то, думаешь, можно применить тоже. Каждый орнамент должен работать. Если это будет Хоранхаб, то он должен, конечно, обязательно, достаток в семье, процветание, чтобы дети росли здоровые, чтобы детей, дети были, поколение, чтобы поколение, поколение не обрывалось. Я очень люблю старину. Вот именно старину, старые орнаменты, потому что надо сохранить в памяти, как было раньше. Со временем ветхие становятся тканью. Но когда продублировать вот именно свежими нитками, новой тканью, оно прослужит еще дольше. Будет передаваться из поколения в поколение. Я думаю, что это будет даже очень для наших детей и внуков, такое вот достояние наше, да, что мы еще сохранили и передали их поколениям. Чем мне привлекает старинная вышивка? То, что они не утрачивают вот эту свою красоту. Вот этот блеск ниток, они остаются. Эта работа выполнена в филигранной букмясе. Тут все нитки скручены и выложены красиво на ткани. А также здесь присутствует мелкий бисер. В орнамент вкладывается именно пожелание своей семьи, в семье, кому ты вышиваешь. Почему делается верхушка пышная? Чтобы она росла и процветала. И делаются вот эти мелкие берекеты, чтобы она цепляла. Вот эта середина всегда делается мощная. На чем она будет держаться? Вот эта вся основа. И от него разветвление идут и дети, и родители, и бабушки, и дедушки, наши предки. И моя цель, все, что нам досталось от предков, передать дальше. В кромской татарской вышивке можно вообще, не знаю, наверное, экспериментировать. Это, наверное, я правильно скажу уже. Можно его все лучше и лучше сделать. Конечно, в обработке современной сделать лучше, чем путюрную вышивку. Поэтому оно не будет хуже смотреться, чем на высокой моде, там, в Париже, например, от какого-то модельера. Конечно, это очень дорогая вышивка. Субтитры создавал DimaTorzok